Полезный город Собственники накопят определенную сумму, равную минимальному размеру на капитальный ремонт, сбор накоплений можно временно прекратить. Но такое правило действует только для многоквартирных домов, в которых открыты спецсчета на капитальный ремонт. Чтобы приостановить сбор взносов на капитальный ремонт, нужно провести собрание. В собрании должно участвовать не менее двух третий от собственников и прийти в фонд капитального ремонта. И фонд приостановит этот дом на начисление сбора на капитальный ремонт. А были у вас в практике случаи, когда дом, с которым вы сотрудничаете, приостанавливал сбор денег? В большинстве случаев хочу сказать, что наоборот денег не хватает на капитальный ремонт. В этом году один дом практически новый, капитальный ремонт им не требуется. Вот они накопили сумму там больше 6 миллионов, попросили нас помочь с приостановлением. Сейчас наши юристы готовят документы по этому поводу. Есть ли какие-то рамки, на какой период можно приостановить сбор денег? Срок, скажем так, платежных каникул зависит от плановых дат проведения капитального ремонта, от сроков службы конструктивных элементов и инженерных сетей. Поэтому ремонт и проводится поэтапно, по видам объекта общего имущества многоквартирных домов. Например, ремонт электроснабжения запланирован на 22-й год. Если жители, допустим, дома собрали деньги на ремонт электроснабжения, то до 22-го года, например, они могут не оплачивать эти взносы. Но позже на эту же кровлю и на другие виды работ нужно будет собирать деньги. А можно ли раз и навсегда прекратить сбор на капремонт? Все-таки нужно понимать, что прекратить сбор как бы раз и навсегда все равно не получится. Конструктивные элементы и инженерное оборудование изнашиваются, имеют свой срок эксплуатации. Инфляция тоже не стоит на месте, с ней растут цены на услуги, материалы. Ну, значит, суммы, которые собственники накопят сегодня, через 10 лет, может не хватить на капитальный ремонт. Полезный город Всю дополнительную информацию можно получить на сайте капремонт 43 по адресу труда 37 в Кирове или по телефону 999-299. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok